здравствуйте сегодня у нас мощная подмога мне вообще ничего не страшно это между прочим через одно рукопожатие кадырова считай руку пожалуйста знаете когда приходишь на шоу камера но всегда нужно смотреть за спину у нас короче сегодня певцы становятся блогерами блогеры становятся певцами я и певец и блогер и музыка где гримент привет вот это люди ничего себе присаживайся сегодня я тебя буду тренировать очень приятно ну давай давай потрогай меня потрогай давай рассказывай что тебе рассказывать какие у тебя планы сегодня не знаю но я тебе могу так сказать что они никак не связаны с твоими а ты знаешь мои планы ну я не знаю может быть это был вопрос с намеком ты мои планы точно не знаешь да да какие у тебя планы чем ты занимаешься расскажи мне очень хорошо танцую стрип пластику ничего себе красивый статный мужчин здорово 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 здоров Как долго я ждал этого момента Смотри, наша аудитория думает, что ты еблан Я хочу тебя сейчас спасти Хочу сказать людям, что это у нас абсолютно нормальный парень Его надо воспринимать как одноклассника долбоеба В третьем классе пацан был, который учительница так закинула в класс И начала ему рот мылом вот так мыть Он курил в третьем А, да? Здесь можно обсуждать все Это охуительно И за эту передачу должны бороться не только Амиран, а все блогеры Вообще, сегодня площадка охуительно все сделана Классная съемка Мне очень жалко быть, если это все закладить Амиран, мы спасем твое шоу, блядь Оно будет ржачным, смешным и самым мощным в ютюбе Не дай бог, закроешь, ебаник снесу наху Ты где находишься, молодой, блядь? Может, ты ему отсосешь еще, блядь, или что? Все после работы Блядь, Димон, с Соболевым не здоровайся вообще больше Он дырявый Дырявый? Да, это факт Как еще этот диван не сломался, я не понимаю Сломается когда-то об чью-то голову Привет, друзья Как дела? Я начинаю Ты, блядь, каждый раз начинаешь, и, блядь, выключают видос постоянно Привет, друзья, как дела у вас? Есть с чем поделиться на сегодняшний день? А давай пусть с зрителей сразу начнем? Давай Давай Вот кто первый хочет что-то нам сказать? Да, на какую тему? Давай, вот на переднем плане человек Микрофон дайте сюда Вопрос к Биллу Начал смотреть твое творчество Изначально увидел первый момент, когда ты чувака вырубил в торговом центре Творчество? Не заебел, блядь Ну, первое, что хотелось, реакция вообще, в принципе, был негатив Просто, ну, встретить тебя и набить тебя ебальником Ты увидел? Просто это ненормально Ну, слушай Я начал пробивать, кто же ты такой? Ну, вообще, откуда ты, что? Лошара Увидел, что Красноярский край, поселок или там город Дудинка Я служил с человеком оттуда, знаю просто Ну, и по твоему говору, скажи вопрос Почему тебя тогда все называют киевской шлюшкой или киевской сучкой? Во флорше из Киева, да Долбоеб один сказал, олень, блядь, ебаный Не, ну ты просто объясни, ты же все-таки оттуда Нет, родом даже не с Украины, не с России Блядь, это история, это неинтересно Это неинтересно, ты что, еблан, блядь? Не, ну давай я скажу откуда, откуда, с какого города я могу сказать Город Тирасполь, кто знает откуда? Молдавия Смотри, в чем суть? Дайте повод записать на человека какой-то видос И они найдут какую-то информацию и там вытянут ее Кто-то сказал и все повелись А ты передумал ему ебало бить? Просто сейчас можно Сейчас нормально, пацан стал Жаль, жаль, конечно Меня зовут Артем, тоже поаплодируйте, че Амиран, ну сегодня тема выпуска типа рэп Рэперы, недорэперы, блогеры Ты сам-то собираешься творчеством заниматься? Давай совместку ебаню Мне все предлагают, ну некоторые музыканты Это я сейчас выебываюсь насчет все Некоторые музыканты предлагают Кила тебе предлагают, тот, блядь, кирпичный ебал Единственный, нафиг И Олег, тот олень, блядь И в итоге зашпариться с ним решил Билл, блядь Они записали фит и сняли клип А че сделать, чтобы с вами совместку, короче, сделать? Я тоже хочу Отсосать Деньги есть? Я сейчас готов заплатить Короче, ему пососать, мне заплатить Выбирай Окей, без проблем Смотрите, какую тему с вами хотел обсудить? По поводу вот закона, который... Ограничение интернета Что вы будете делать, если Ютуб закроют? Вот представим себе, нет Ютуба в России Амиран, ну мы-то будем работать А вот что вы будете делать без Ютуба? Вот хороший вопрос Ну что вы будете делать, да? Я шаурмечную открыл А заебил Он пойдет ко мне работать в шаурмечную Нахуй Да стой, блядь, какая мойка? Что я буду делать? Вопрос ко мне сейчас конкретный Да, конкретно Машины продавать разбитые, нахуй Тотал Всем привет Точно останется ВКонтакте Поэтому все перейдем просто на ВКонтакт И все, будем вести блог И наконец-то Сидорков заликует, да, блядь Зарван, перевернулись Не зря я выкупил и в минусе до сих пор, блядь Ну, мне кажется, хач перейдет на порнхаб, да? Ну, кстати, хорошая идея За деньги Либо, либо, как бы, пиратские сайты В любом случае будут пользоваться популярностью Поэтому я жду тебя там, если такая ситуация будет Русский народ нельзя сломать Вообще все похуел, блядь Им кажется, что работать круглые сутки Наткнулся на крутой ролик Банка.точка В котором они утверждают, что любят клиента Почитал отзывы, и они удивили меня намного больше, чем сам ролик Особенно радуют, что они снимают с клиента всю волокиту с бумажками Бесплатно вам зарегистрируют ИП и ООО Не просто составят вам документы, а помогут с акведами, налогами И возьмут всю ответственность на себя А еще точка – это банк, который приедет не только к тебе в офис А еще в аэропорт и на вокзал, чтобы открыть тебе счет Их чат поддержки работает круглосуточно Это скорее дружеская беседа, без официоза, но по делу И если точка совершает ошибки, они извиняются за свои факапы И возвращают деньги за обслуживание Кстати, кофе – это подарок от точки И я думал, это потому, что я популярный блогер Но они всем клиентам делают подарки Точка – это банк, который любит Ссылка в описании Тема сегодняшнего выпуска у нас – что блогеры становятся певцами А певцы – блогерами Вообще такая смена ролей происходит А у некоторых вообще ничего не получается Ни там, ни там И они все пришли сегодня к нам в гости Первый – это Саня Текила Заходи, Сань На этот раз Эмиран решил позвать в шоу Сашу Текилу Он что, дебил, бля? Вот именно, нахуя? Я надеюсь, он не будет петь Я сейчас надеюсь, что вы меня как следует поддержите Если ты решишь не выходить и поедешь домой То мы тебе даже поаплодируем А вообще, никого не смущает псевдоним? Это что значит? Что человек любит бухать и что-то лизать? Но не факт! Но не факт! Да уж, мне кажется, что в то место, где раздавали псевдонимы Эти двое пришли последними Выздоров Точно? Если кто не знает Саню, то я расскажу Саша Текила очень плохо шутит Я ебал всех, кого ебали нас Свай И очень плохо поет Ты пока трепуешь хоть кусочек, дай мне Именно поэтому Саша всегда шутит и поет Как вы поняли, с логикой у него напутано Топор, бля, средневековье Потому что он посредине века, бля Говорят, что в мире практически невозможно найти Четырехлистый клевер Две идентичные снежинки И смысл в песнях Текилы Барабам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам Господи, ну что ты несешь! Да в звуке пердержа больше смысла, чем в твоих песнях Кстати, у Санька недавно появилась жена Я буду самым милым парнем И сразу потерялись друзья Ну это, конечно, никак не связанные вещи Ты же габлуй, ты же габлуй, а-а-а Встречайте, Александр Иванович Тарасов Ну вот, нормальное же имя у человека привет саша ты уже ебали тебе потерялась ебала лишь собирать будем это ты привет ребята привет мы с вами видели кто любит песни саша поднимите руки ой ой поднял ой спасибо ребята вы красави еще раз поднимите кто любит песни саш парамон стало больше подожди третий раз спроси ребята поднимите по-братски кто хоть раз слышал мои песни это другой это другой а слышал значит сразу полюбил я сейчас буду читать текст твоих песен и надо будет тебе объяснить что это значит смысл строчка и как люди поймут мы так много говорим с ней о нашей общей любви и вместе моем старушек подкручивая внутри что это за песня это не моя песня твоя песня меня нет таких слов это из мото братьев это не я писал мне написали ебать там хуйню какую-то я сделал да а зачем признаю хорошо эту песню лежал бит придумал тему про мото братьев за секунду что-то написал не думаю выложил зачем так выкладывать ну а каких старушек вы мыли старушек moto брат типа блять байк старушка ёпта байкер моет старуху я тот парень что летит и как арни ища маяка и со мной уходит вся стая рифа то какая блять не знаю что это за песня братан это я где вы нашли эти песни это ящики головоломки а нихуя себе вот так блять головоломки послушал блять байка сложно блять вообще нихуя непонятно вот это головоломка а что ты туда вкладывал можешь объяснить что за армии кто это это швардснеггер и карни и карни это они и карни это чувак на крыльях которые в мифологии его зовут икар и карты и карты и так смотри следующая песня бум бара бам 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 б дальше сам с олегом мне снова стали сниться птицы значит снова мой кристалл в бокалах заискрится это нарк наркопесни что ли это из той же песни головоломки там же блять название даже головоломки блять послушал песню все пиздец вообще взрыв мозга нихуя вообще ничего не понятно наугад хуяришь да хорошо поехали дальше подкинем угля мы в огонь чтобы больше страсти сыпется на рану это мы как здрасте блять ты еще с такими интонациями говорит что я даже не могу вспомнить хорошо последняя строчка ты пока трепуешь хоть кусочек дай мне я я с тобой захаваю сегодня на обед это из лей барелей на это новый не новый прошлом году как оцениваешь песня классная оцениваю хуёво почему я тогда тусил продолжал тусе и я не хочу объяснять эти слова потому что сейчас я не отношу себя к этому времени вообще хорошо можно назвать строчки песен которые тебя прям вштыривают и нравятся твои новые песни которые еще сделал ну какую-то строчку можно и ноя и башня я сейчас делаю песню про маму у тебя про папу круто спасибо не позабочусь о маме я обещаю папа как жесть тебя нету рядом вот я делаю про маму у меня братан смотри а про тещу мне саня сейчас стал блогеров не хочу сегодня что с понедельник сегодня что-то от меня ломает но завтрашнего дня и начнут зачем ты же певец это автор песен текила здорово брата иди к нам заходи садись чарли шоколадная фабрика смотрели на фельдом сюда а то я его ударю билла не тебя жалко ну да да ёбни ему сносно у меня у меня идея давайте я пойду хуя ты придумал спасибо джордж спасибо аплодируем сколько ты ему заплатил за эту хуйню он сидел и даже иди не знал гонки делаешь я сам неудобно было ну что почему блогер братан еще раз и говорю мне это нравится я кайфую ты не у тебя как раз снимался до клянусь кирпичная ебала начинает уже блять да подожди то есть ты меня решил затопить ты когда я снимал для тебя классный контент бали вспомнил локомотив было заебись а сейчас то что я снимаю ты меня хочешь подожди для меня ты снимал действительно классный контент часто снимаешь сопли из отношений мы тебе так кажется сегодня я буду самым милым парнем по крайней мере я буду стараться быть самым милым в отношении к машке сегодня твой день так что выбирай чем мы делаем никуда мы едем это уже не моя жизнь я снимаю свою жизнь и если раньше я угорал веселился прикалывался как сейчас на шоу то мне хочется быть хоть чуточку полезным для своих подписчиков что то хуйня что это хуйня помогаю чисто чистого сердца ребята вот что значит помогать людям а не пиздеть пустоту давайте расскажу как это было саня говорит блять что-то говорит все на спад пошло что делать я бы запиши песню с биллом он сейчас на взлете да нихуя это не так в смысле он тебе писал ты сказал ты ему отказал мне пишет говорит давай сделаем ноги молодцы ты что долбоеб какие нахуй ноги молодцы ноги молодцы два года назад он тебе просто сказал ты его слил ты его слил блять я ему стоп я ему сказал не слил я говорю я тебе могу помочь у меня нет времени ты сказал сука я сейчас пока нет времени могу помочь встретился с тобой ты сказал ты что дурак делай сбил игру а доказано его покажу что надо делать как амиран красава ты блять себе тоже цену не набивай ты сейчас нахуй взлетел как взлетел так и улетишь смотри такой крутой расселся я ебать пранки делаю он говорит хуйню ты делаешь ты говоришь я цену набиваю ты высиди вот так вот 10 лет назад блять youtube открыл он говорит я себе цену набиваю однако я ему написал давай запишем песню когда он уже блять все он уже утонул нахуй вот так это было сейчас он на меня горит что я поднялся блять я помогаю блять просто если человек реально талант если что-то может я реально могу записать с тобой просто да да спасибо вытащил из жопы брат спасибо сани надо отдать должное блять он умудрился его еще и развести заплатить за клип я еще и платил я мертвому артисту платил это спасательный круг сани блядь он его еще заплатил это так он на току раз канадыба спасибо на такого долбоеба наткнуться это редкость я потом он мне говорит слушай ты мне там денег должен эдвард говорит можешь сейчас отдать мне деньги нужно я ему отдаю я отдаю номера красавчик мне позвонил горит саня слушай будет круто на моем же канале выкладываем клип такой-то сам не предложил как ему что мы уже договорились да до этого что выкладываем тебя он не звонит и говорит блять сань давай посеем еще клип давай 250 тысяч закинь я эти же деньги обратно ты говоришь что ты снимаешь блоги полезные для людей сейчас скажи пожалуйста в чем польза этих твоих видео молодые пацаны они становятся просто бесхребетными ребятами которые залезают под каблук да под каблук сань хорош нырять у тебя уже коленки красные дружище ты женат я нет вот счастья тебе молодец для тебя для тебя мужик наверное это бить по попке до послать ее нахуй я у тебя спрашиваю что амиран стой вот реально секунду раз дай мне с ним пока я поговорю сейчас нахуй нет нет не пиздец амиран нет а ты лизал я нет сказал это глухой ты лизал да правду говорю да чё бы от такого чё такого здесь то сама челку спите сосал нет пацаны у меня все прекрасно любимая женщина я у меня скоро свадьба я веду я на себя ведущая я счастлив и все вам этого желают и продолжая плакать утром просыпает не закапала все от очередной шлюхи ты братан ну тоже давай в одной лодке мы затронули эту тему тогда давай проговори как ты можешь блять в stories чмурить свою полную женщину жену нахуй мать садового ребенка ты дурак реально ты дебил блять вальчики а что жена рано что у меня восстановили это я вообще пофиг ты благодаря этому сезону нахуй пошла отсюда блять моих подписчиков не уважаю ели бабушке блять суть пошла отсюда вообще без принципа чмурить любого человека но не жену свою блять три недели назад я подписался на эдика три недели отри воды я говорю это и толстов на себе блядь смотри я купил там пятерку дал блять жена в одной той же толстовки на всех твоих stories ёбаный рот блять да ты ее загнал блять вот только карлика блять наверное живет эдуард блять смотри я купил машину я подарил машину жене на новый год я купил машину это раз а ты подарил да вот так какую какую бы фольксваген тигуан салона в пакетах блять шо красавица 2,5 миллиона есть у тебя блять просто так купил тренажер записал к тренеру в фитнес-клуб самый лучший блять сам один и сам рядом с домом блять который стоит нихуёво и он мне говорит и он мне говорит что я хуёво отношусь блять она может взять я тебе говорю то что я увидел это не обсуждали а то что ты говоришь ты можешь пиздеть знаешь как хорошо а показываешь ты совершенно другое она там бедная плачет блять еле-еле еле-еле на велике сука блять сука раз говорил уже не лезь сюда блять твой блять холодильник вот твой холодильник крути наваливай накручивай ё покушала красотка если ты это выставляешь я имею право это говорить ты же не показываешь о пошел в спортзал молодец а нахуя это показывать блять чтоб статистика упала ты еблан блять ты ради статистики конец женой блять естественно блять ты потерянный брата я придумал сюжеты блять которые реально смешно это смешно выглядит и все адекватные люди понимают что это специально снято так специально это интересно и она говорит давай давай снимать ребят вы все понимаете то что у эдика в сториз постанова и он вот договариваться со всеми и потом это снимает видно видно блять я понял это два каблука которые выясняют у кого дома хозяйка круто братан ты зато у нас красавчик плачешь в подушку и так специалист по всем вопросам пранкер певец актер моделька просто красавец фокусник вертушник короче все умеет эксперт сегодня в нашей студии николай соболев поаплодируем а следующего гости я люблю ведь он всегда приходит на шоу со сменкой что-что а переобуваться этот парень обожает николай соболев совесть ютуба норово учитель певец пранкер в общем чем только не делает ради просмотров но судя по статистике и его канал тонет странная думаю что говно не тонет и поэтому темы для новых видео коли уже приходится высасывать из пальца ну тут ладно может быть нравится человеку сосать встречайте завтра он будет весь зареванный с дошираком сидеть в поезде москва санкт-петербург а сегодня ну пока он еще популярный он у нас в шоу николай у блять как по-гейски а николай соболев мы сейчас разберемся полностью кто есть блогеры кто есть музыканты ребят давайте поправим заметь заметь в одном и том же ходишь а на это ты не говоришь я наконец-то наконец-то выйди на секунду в центр зал наконец-то у тебя как нормальный костюм появился повернись просто красиво в этом костюме покажись еще спиной может я не могу повернись понимает что ты покрутишь давай может быть вертушки с тобой покрутили что не понимаю успех ему обеспечен уже на ютюбе много кто исполнял соболевым но еще никто не ну что вы тут обсуждаете да не знаю блять опять припиздячился опять ты нахуй ты как тарасов хуй поймешь то тарасов там сидит то здесь то там то здесь блять везде соболев блять дай под соболев приятно я сидел в гримёрке ну вообще ничего по делу хорошо по чем кроссовки давай по делу что вы тут выясняете вот я даже не знаю что нас позвали вместе я понимаю конфликт был бы какой-то или еще что сейчас будем немножко подташнивают я как эксперт во всем подташнивают это то до постоянного лицемерия такой то есть гримерки все таки да здорово все нормально тут выходишь на канале у себя на не дать сидела же самое пиздец не пацаны я видос удалил нам гранина удалил блять потом про парк нахуй вообще не понял что рекламировал парк нахуй я вообще не понял меня подставили блять да не обставили ловаре чем бмв у меня подставили блять слушать про свои зашквары от эдварда билла а чё это правда у него больше зашкаров честно сказать больше слушай ты там свою жену хуесосишь в сторис как ты можешь так давайте поговорим об этом еще 15 минут раз и давайте шоу сделаем нормальное блять давай попиздимся карли как и какие ну чё такое обсуждаем и луки как пидорасы саня ты же нормальный парень я нормальный а тут люди не видели кто тебя красил у тебя привстал я все видели есть на камере чем матч ленты смотрите все время хорошо давай смотрите будущее в светлое давай смотреть будущее какое будет у коли будущее он будет певец блогер актер кто я как старец идущий к реке своем сознании уже настолько преисполнился как будто уже триллионы и триллионы лет жил на этой планете я щас ищу только гармонию и покой не качал наше отобретение вот этого естества всего пока трогер это невозможно я пришел к тебе на шоу понимаешь гармонию и покой и кто у нас лицемерт вот я делаю всегда только вот ты мне задавал этот вопрос причем в прошлый раз давай гоняем одни эти же вопросы потому что сейчас делаю то что мне нравится броду ты сделал все хорошо вот как почему как ты считаешь нормально что сейчас певцы еще хотят стать блогер я не считаю что это может называться чем-то ненормальным если человек из одной сферы хочет попробуйте в другой сфере странно когда некоторые блогеры позиционируют себя типа какофония знаешь говорят мы хотим собрать большой стадион чтобы приперлась много людей это не творческий подход одно дело когда ты хочешь и горишь этим и заниматься хочешь этим потому что тебе нравится музыка ты хочешь попробовать себя в этом другая цель и ты когда ты хочешь просто собрать до хрена люди что тебе не нравится то что он говорит колья послушай меня Ну это такие, это его шутки, жди мои, братан. Ты знаешь, он придумал. Вы заметили, что в первый раз я тут сдрогнул, но в этот раз уже вообще насрать. Нет, не дернулся, но слабо. Блять, обратитесь ко мне реально, я вам подгоню каких-нибудь сценаристов, может быть где-то помогу сценарием, ну что такое, два раза повторяется. Пока мы только поняли, что у тебя очко тренированное, ты не боишься уже. Вопрос от Николая. Ты пидор? Это не подстава. Это мой подписчик. Почему я не пидор? Ну вот ситуация, ситуация. Ты меня спрашиваешь, почему я не пидор? Да, опасную. А ты хотел бы, чтобы я был пидором, ты хочешь меня на свидание позвать или что, братец? Да мне на самом деле похуй на такие вопросы, ребят, ну. Тебе сейчас точно пришло время что-то менять. Падают просмотры. Нет. Падают подписчики. Мы посмотрели, у тебя сейчас подписок меньше тысячи. Есть даже дни, когда 200 человек всего подписывают. Так про меня это вы ебывался в гримёрке, у меня знаешь сколько в день 10 тысяч подписалось. Вот на тебя сейчас в месяц вы ебывался на меня. Реально 10 тысяч не выписалось. Я подскажу 10 тысяч подписчиков. Вы что вы ебыветесь? У меня, когда у меня был миллион подписчиков, по 50 тысяч в день подписывался на меня. Вот это результат. Коль, у меня 212 тысяч как-то подписалось. Да это чисто Шурыгина тебе помогла, блять. Тихо, подождите, дайте мне вопрос задать. Всё, всё. На тебя сейчас в месяц подписывается 23 тысячи. Ну да. Что ты думаешь делать? У меня были месяцы, когда подписывалось там 20 тысяч, были когда 120, были когда 220 за день подписывалось. Он выбирает 2 ляма. Вчера вышел выпуск, сразу же первый в трендах. Я не переживаю. Самое главное для меня сейчас, это у меня есть деньги, у меня есть медийность, у меня есть популярность. Я делаю то, что мне нравится. Видно, что эта стена себя подисчерпала уже, но ты же сам по тебе даже видно, что не хочешь. Это, я тебе так скажу, Амиран, нам очень с тобой повезло, в плане того, что вот этот формат шоу без названий, он абсолютно вечный, ты можешь его высасывать просто месяцами, годами, как и мой формат новостей, то есть всегда людям будет интересна новость, а кто именно. Ну видно, что ты уже хочешь что-то новое, ты переросил. Понятное дело, Бро, ну естественно у нас будет много чего другого. Ты хочешь, чтобы я конкретно рассказал про формат? Глаза не горят. Видно, ты делаешь на автопилоте, там что-то меняешь, но не хочешь что-то делать. Я каждый раз всегда, когда беру тему, эта тема мне нравится, и я выкладываюсь по полной, у меня есть определенная планка качества, и я ей придерживаюсь. У тебя даже спонсорские интеграции меньше стали, уже через раз, а раньше каждый день было. Ну согласись, не так интересно людям стало, в последнее время не так интересно. Я перестал смотреть. Ты вчера на коммент написал, что я твой кумир. Потому что ты идешь ко мне на шоу, чтобы не слился в последний момент. Вот какие вот эти вот ребята. Что ты думаешь про суверенный интернет? Я считаю, что это полная лажа. Я считаю, что это нереализуемо, как и какой-либо запрет, Телеграм. Все возможно реализовать, какие средства для этого будут потрачены. Ты думаешь, не сделают? Я думаю, что сделают, работать будет примерно как Рутюб. Вот Рутюб, ты выходили на Рутюб? Конечно. Конечно. Это пиздец. Мы это гружу ролики собирать. Уже готовимся. Телеграм. Не говорят бы вел. Но, знаешь, я более чем уверен в том, что мы с тобой в любом случае не пропадем. Меня не слышно? Нет, ну он точно нет, а ты хуй знаешь. Ну мы пять лет держим марку, я понимаю, что начинающие блогеры много о себе возомнили пока что. Они набрали в один день 10 тысяч подписчиков и уже повесили себе большую корону. Я понимаю, что ваш дуэт «Чай вдвоем» очень перспективный на пространстве Ютуба, но давайте все-таки не будем зарываться и перебивать взрослых парней. Привет, меня зовут Виктория. Вопрос Коли. Многие твои подписчики знают, что ты встречался с Полиной. Так вот ваше расставание, это было хайпом или нет? Нет, конечно. Они реально расстались. А ты видела, что как-то мы вытягиваем что-то? Знаешь, очень часто бывает, что люди расходятся и потом начинается вот это вот поливание взаимной грязью друг друга. Вот мы расстались и никогда я плохого слова об этой девушке не скажу. Ты думаешь об этом? Ну что значит «жалею об этом»? Это было принятое решение. Ты бы хотел вернуть? Обычно, когда расстаются, знаешь, наоборот, такая энергия, думаешь, бля, сейчас разорвусь. Слушай, на самом деле я могу тебе сказать, что это слишком глубокая тема, причина нашего расставания. И я думаю, что как минимум Саша несколько фейспалмов сделает, если я хотя бы начну рассказывать, потому что это будет надолго. Нет, Саша как раз таки не сделает. Он клип на эту тему снимет, да? Сколько он у тебя последний клип набрал? Ну мало, но слушай, он был рекламный, во-первых, во-первых, мы не вкладывались. Знаешь, это был рекламный клип, который отбивал предыдущих. Ну, по-моему, полтора, что-то совсем. Блядь, ну это пиздец. Ты мне еще предъявляешь за 870 тысяч моих просмотров, я их никуда не сеял, никого не просил. А я-то, блядь, рассеял прямо. Саня, а? А ты сразу заднюю даешь, ты делал. Я знаю, что такое снять клип. Это заморочка недели или две недели, ты ебался с этим. Каждый день думал, сука, я разъебу, блядь. Я уверен, так было, так у всех будет. Если у тебя таких нету эмоций перед тем, как ты выкладываешь клип и песню, значит, вообще ты полная хуйня. Ах, тьфу, а если у тебя есть эти мысли, то не давай заднюю, блядь, ты че? Я музыкой профессионально на YouTube где-либо еще даже не начинал заниматься. Я не выбирал свою стилистику, я не пытался там написать альбом. Все, что выходило на моем канале, это либо реклама, либо фан. Я в это не вкладывался. Когда я вкладываюсь, все получается. Ой, ну ты сейчас лукавишь, знаешь почему? Нет, я не лукавлю. Ты каждый выпуск, когда выкладываешь, ты делаешь максимум, чтобы это хайпануло, набрало. Нет, ну понятное дело. Посмотри, это все делают, ну как ты можешь, ты хочешь сказать, ты снял ебаный клип, понимаешь, что это полтора миллиона просмотров, ну не перебивай. Вложил в него, дохуя денег, два миллиона. Да какой там, вот этот клип, который полтора миллиона набрал, ты про какой говоришь? Я про предпоследие. Что он набрал? А, про предпоследие, там четыре, по-моему, ляма или сколько? Последие? Нахуя про это не говорить? Да вы говорите про последие, полтора ляма. Сколько ты потратил? 150 тысяч я потратил на него, он отбивал предыдущий. 150 тысяч пустую ебать надо. И ты не рассчитывал, что он наберет хотя бы 10 миллионов? Вообще, я тебе клянусь. Сколько ты рассчитывал он наберет? Вообще не рассчитывал. Меньше, чем выпуск конвейерный, блядь. Нет, я думал, что... Это же пиздец. Амиран, ну я тебе говорю, ну ты мне не веришь, что ли? Еще раз, никакой ставки на вот это творчество, так называемое, я не делал. Ну а сколько ты рассчитывал он наберет? Сколько ты рассчитывал? Миллиона три-четыре. Ну я не знаю, ну миллиона два с половиной, ну три, я думал, может набрать, может не набрать. Ну я всегда живу по теории заниженных ожиданий. Как ты думаешь, почему там... Я тебе открою секрет. Почему полный провал получился? Амиран, да потому что хуйня, ну мне самому не понравилась работа, понимаешь? Но ни судьба, ни судьба, ни судьба, решает какая надежней тропа. В сердце, когда с неба пойдет звездопад, главное вспомни. Ну это была рекламная интеграция, о чем мы говорим? У тебя что не было такого, что ты выпуска снимал ради рекламы? Сколько тебе заплатили за это? Полтора миллиона. Я не могу разглашать. Полтора ляма заплатили? Да нет, я шучу. Я не могу, я не буду разглашать подробности, я еще раз... Ебать, дебилы. Коль, смотри. Ты здесь сидит, реально срет меня, вообще не понятно почему. Когда тебя пидором называли, я готов был ему ебал набить. А то я могу сказать, что хочу. А то я могу сказать, что хочу. Что такое языком чесать, что ли? Так стань и набей. Давай. Очканул. Такое, блядь. Все, блядь. Что, заднюю? Реально, а? Только в влогинге начал, и уже перебывается на ходу, уже и заднюю дает, все. Смотри, я к чему вообще клонил? Вот позапрошлый клип набрал четыре с половиной миллионов. Для Николая Соболева это провал тоже. Соопреждайся. Амиран, Амиран, я действительно не вкладывался. Предыдущий клип, который был на Николая, это чисто фан для внуков. Посмотрите, какой хуй у нее страдал позапрошлый. Позапрошлый, я тебе говорю. Дорогущий клип, блядь. Два ляма стоит. Бро, еще раз. Я тебя снял, блядь. Я еще раз тебе говорю, я просто хотел снять. Мама, смотри, НИКОЛАЙ. НИКОЛАЙ. Самый честный НИКОЛАЙ. Всех без песни, НИКОЛАЙ. Какой хипот. Да, ребят, ну что вы. Короче, вы меня не слушаете, вы мне не верите. Да мы тебя слушаем. Я тебе говорю по факту. Мне кажется, есть две причины, честно. Как друг. Первое. Либо расставание с папушей тебя так измотали. Да вы че угораете, блядь. И на креатив все это повлияло. Либо ты исчерпал себя. И надо что-то срочно придумывать новое. Просто внимательно наблюдайте и все увидите. Вот этот заряд мне нравится. Красава, братан. Вот реально. Давай совместку. Ой, блядь, ты заебал. Не, ну ахули, блядь. Подниматься-то надо как-то. Дай их ебранить нормально. Бро, бро, я себя исчерпал. Какая совместка. Он тебя на дно потянет. Я тебя на дно потяну. К Биллу, к Биллу приходи. Там хайп. Смотри, тебе дышит в спину Билл. Да никто мне не дышит в спину. Какой дышит? Я уже переебал его давно. Слушай, до таких воздыхателей сколько было? Тебе дышит в спину Билл, а по его мнению переебал уже. Литвин. Ремарка. Литвин очень хорошо набирает. Я дышу пиздец как. Это, кстати, возможно блогер номер один сейчас. Все пристроились ко мне со спины. Я, блядь, ваху. Еще меня пидором называют. Вопрос. Ну? Страшно? Мне никогда не бывает страшно. Я очень сейчас раззадорен и у меня дикий запал зайти и в инстаграм показать кто там, что там и как там нужно все делать. И у нас придумано там две новые рубрики. Сейчас будут музыкальные проекты. Я просто сейчас отдыхал, у меня был тяжелый период. И полгода я работал на 30%. Бля, Коля красавчик, кстати. Все будет классно. Хорошо стели, да? Да. Сейчас мы набираем обороты. Разъебем. Вот я хотел спросить у вас все. Миран, ты всегда плакаешься, что типа у тебя шоу убыточное. А ты не думал вот сделать как Саша Текила? Он сделал день подписчика. Я тебе предлагаю сделать наоборот. А поменяться со мной местами на два дня. Как ты смотришь на такое приложение? Ты станешь мой, я стану тобой и... Ты хочешь, чтобы я похоронил шоу точно уже? Да. Иди сюда, иди сюда. Иди-веди, блядь. На, иди-веди. Вот, кстати, вот проверка реально. Амиран, а ты в зал глупый вопрос. Дай ему этот листок ебаный. Давай садись, спроси Соболев, ты пидор. Садись в микрофон. Брейс, ноги там давай. Нет, туда садись ебать, сюда захотел. Стой, давай. Коль, выйди нахуй, пожалуйста. Слушай, ну так у тебя гости не останется с кем-то разговаривать. Ну не знаю, мне кажется... Я думаю, что если ты будешь здесь сидеть один, все будет еще хуже. Поверь. Нет. Задавай вопросы. Задавай вопросы. Разгиби по факту. Смотри, послать нахуй... Можешь от себя. Давай, да ты сюда не смотри, тут вообще фигня. Нужно тонко делать, понимаешь? То есть, попытайся меня как-то подъебать так, как еще не подъебывали, чтоб реально зал поржал. Вот у тебя есть уникальная возможность. Или задать ему вопрос, который ты хотел. Вот ты видишь всех их, текилу, хуёвые песни пишет. Молодой человек, нахуй орете, блядь? Выйдите, пожалуйста, в зал. Можно вопрос, меня зовут Амиран? Сядь нахуй. Господин ведущий, а почему ты такой бледный и как спичка выглядит, знаешь? Ты что, не доедаешь, блядь? А почему ты черножопый и там вякаешь себе до зала? Ооооо? У тебя шоу тонет. Ты можешь вопросы даже гостям задавать? У тебя же в прописке нет, сядь нахуй. Вы просто меня так и вызвали, ебать. Растеряйте! Он же живет, он не хочет чтоб... Он хочет чтобы у него рекламу заказал Газпром на год вперед, чтоб тут мечты сбываются, видишь, мечта сбылась, блядь. Ты тут оказался. красава молодец но смотри на будущее того часто приходят в офиса ждут тогда у дома типа бля раскрути меня я хочу что-то делать я очень хочу что-то делать я тебе блять сначала полы буду мыть посуду мыть блять но пожалуйста вложись меня она так не работает как вы не работает я заебался менять тряпку нахуй я заебался ладно же спасибо красава давайте поаплодируем жене он молодец у нас сегодня еще гости которых я очень хотел видеть в своем шоу серго и музыка поаплодируйте в гостях у амирана серго и музыка это опять надо гуглить и амиран я еду в москву пиздец твоя отличный гость первый кому я готов пожать руку после того как он хорошенько ее помоет что за музыка если это музыка то это моя любимая песня давай еще раз сучонок обожаю наконец-то у амирана в шоу в конце будет нормальная музыка сергой музыка это персонажи популярного интернет-сериала непосредственно каха мне непосредственно каха звать братан хотя мне непосредственно похуй они мне за рекламу не платили так у нас сегодня прям не выпуска вечеринка какая-то ночью куча молоденьких девчонок текила музыка хочу но все мы знаем кто на этой тусовке первым блеванет но нахер отец недавно эта парочка выиграла битва блогеров я бы этим вообще не гордился в общем встречайте серго и музыка привет привет здорово ты пиздолист нездоровый да ладно шучу ты не лежал ну никогда пидорасом пиздец твой блин то мы не садись здесь а я вот тут где-нибудь постою сзади они вообще пиздолись пусть стоит уже поржал подписчики кто отписался кто подписался заебался тамара ты сейчас тоже идешь музыку правильно в музыку да но не в музыку но просто я хочу пару песен до выпустить а можно петь там четыре строчки всего ну-ка это мой уникальный стиль это надо включать это для клуберов это клубная да не тяжело будет образ менять у тебя он такой типа бандита а теперь приходится ну я ж такая многогранная поэтому мне хочется быть и такое такое чтобы все знали такое и такое привет музыка ты чего в больнице делаешь порезали меня бродить порезали я ж тебе тут прикольно смотрелась она разбавляла пацанов да да в образе или просто как есть в образе в своем да жалко что я сегодня не взяла свой образ тёмыч как ты относишься к тому что вот блогеры становятся певцами певцами я не знаю нормально пусть поют а чёрт но я же не блогер я тебя не считаю блогером я просто а он же считает а мы не блогеры а так тоже тяжело сказать мы чё мы актеры просто мы снимаем сериал мы же ничего не ведем ничего не вещаем не говорим мнение свое там не засовываем в интернет ничего не обсуждаем мы просто снимаем так не засовываешь ты засираешь гасанова сках как да это в инстаграм тём кого ты смотришь из блогеров честно я знаю всех прекрасно но я клянусь я вот не смотрю я не знаю это не потому что там этот я просто люблю больше смеяться юмор люблю а что ты смотришь твое шоу сейчас смотрю потому что вот этот дурак веселит кто больше бесит кроме гусейна гасанова в ютюбе а гасанова же нету там в интернете он есть да хуй не снимает да не наверно кроме него никто отстава все нормально да все вроде нормально а радует кто вот прям сильно ну вот он сейчас вот хотя все его ругают да вот за эти все жесткие ролики там но мне кажется что это прикольно даже смело держит это смело да ну что ж когда-то снимали и нас тоже ругали типа вы там материтесь тогда ругали за мат в интернете помнишь это время да время прошло появился эдвард билл начал ебашить людей вообще в открытую и все это закатывает поэтому надо смириться с этим что это прокатывает подписывается от тебя расскажи какую-нибудь историю ты рассказывал мне это я угорал просто умирал что вам приходили на полном серьезе некоторые люди ну там или бандосы или кто-то там по понятиям они думали что это вы серьезные такие это реально не перс но было на улице им звонили что ты сказал там на тех или на тех и предъявляли есть истории которые нельзя рассказывать а есть который можно но в общем бывало вот так на улице подходили что-то потом типа ты там в серии сказал что там не спросила поинтересовался по-братски убери камеру почему ты нервишь я просто спросить тебя хотел ты что хотел ты что спросить хотел да ну угомонись братан ты непосредственно с меня спросить не можешь ты максим что можешь сделать не можешь поинтересоваться а ты в моменте сам спросил так разве делается братик серьезно да я говорю что это сценарий это художественный жанр музыки пишите все что по понятиям было четко дай бог она сейчас что-то неправильно сделает нас всех опозорит очень серьезно относятся и как вы на это реагирует мы с ними со всеми а тебе говорили вот за наш с тобой прикол где мы хуесосили друг да сегодня я узнал что в сериале непосредственно каха играли все кроме серго он в натуре долбоеб ты амиран я еду в москву пиздец твой не дневник хотят и блять дневник харча блять мне звонили говорят типа амирана разъебать давай в москве кому позвоним и отправим людей серьезно да и твои же соотечественники хотел сказать помню едида звонили разъебем его друзья мои там твои родственники кстати даже быть серьезно ну пусть давай скажи этому чем-то выебывается моему сейчас напишите они не понимают что это шутка некоторые видишь не понимают но зачем ты с ними дружишь они же в прикол никто они же думают типа поддержать меня сейчас позвонить сказать если что мы рядом так что-то аккуратней и ты тоже там сидит со мой парень что я сделал ты просто заткнись и все артем тебе спасибо за то что вот уже накипела эта ситуация в инстаграме в любой же момент любых знакомых не то что этих долбоебов быть по-другому их не назову блять я разыграю свою жопу я подарю блять свою машину и так далее когда ты снял вот этот вот пародию на их не разыгрыш всем привет меня зовут серго я хочу дохода подписчиков поэтому я хочу разыграть вот этот вот прекрасный коттед 600 квадратов с бассейном выставляйте меня в сторис я естественно рандомно выберу каждого кто выиграл этот дом ставьте хэштег ради подписчиков мать адам и выигрывайте это мои сестры отмечайте меня в сторис и я разыграю рандомно своих сестер рост это достало это уже надо как-то останавливать уже тоже до абсурда доходит хорошо если это достало почему вы на это ведетесь а кто ведется это нет ну ты заходишь в ленту даже люди которые миллион подписчиков да да эти паблики просто даже они уже блять у них крыши это выкладывают эту хуйню хорошо тогда ты обратись к людям которые на это ведутся скажи вот какие у тебя есть мысли почему они это делают что это за шквар за шквар конечно а так люди люди понимают это уже не раз как бы уже и знакомым говорил и всем они не ну мало ли мало ли ну смысле блять мало ли не бывает такого чуда чудно раз году и палка стреляет искренне интересно ваше мнение потому что вы медили личности как вы относитесь к бракам с представителем иной нации то есть допустим русские с армянами разноцветные люди заебись да по-моему сейчас такое время вообще все всем все спокойно ты хочешь выйти замуж за армянина или ну выходи молодец и предыдущий задавал вопрос армянин кстати у меня свой единственный дожди а ты так решила подстраховаться или что почему ты здесь подняла эту тему как раз таки потому что это наша проблема его родные вроде родители его родители да почему армян это довольно строже нежели у русских подожди ты готовить умеешь да при всем этом я с его родителями в отличных отношениях и мне его тетя приходит и говорит ты отличная девочка и мы тебя все семьи любим но судьи обуви но было бы ты армянка да я тебе скажу так если пацан захочет он женится не да он не послушает если он в маминке сынок и делает все что они говорят я не уверен что у нас очень смешная короче он привел девушку познакомить с бабушкой а бабушка у него она уже такая пожилая женщина и она очень плохо слышит и он приходит баба познакомься это моя невеста она это моя невеста бабушка вот так подходит смотрит на нее поворачивается к нему она не армянка она не армянка ты зачем ее прям короче она его уводит сторону ругает да но он все равно с ней жил и нормально поэтому если он хочет ты выйдешь за него замуж скорее всего мне вот вопрос к артему все тебя больше часто представляет как сэргу как веселого до такого инфантильного долбоебика недавно я тебя увидел на канале афоня команда кто-то говорил то что ты часто на экрану играешь на камеру в жизни не такой ну скажи как те люди больше всего воспринимают как сэргу конечно ну как в жизни они меня же не знают он очень скромный порядочный застенчивый это образ просто я не знаю но как-то живет внутри когда камера включается когда мы снимаем серию или кино вот мы сейчас снимали вот там он включается сэргу на все власть уже там везде с крышу сносит уже несколько лет вы снимаете свой сериал и первый вопрос не заебался ли ты и второй вопрос сам хочешь один сделать но смотри мы снимаем серии только тогда когда нам приходят новые мысли в голову у нас не стоит на потоке в обеззаловку его снимать там и все как-то передачи должна как раз на дерево выходит у нас такого нет мы придумали шутки на баршруток собрались и сняли и все опять разъехались а одному что я не знаю но если будет что-то плане как-нибудь youtube войти ты же получается сам сказал то что вы не блогер ты именно мне нравится вот вот сериалы нравятся скетч проекты нравятся фильмы нравятся вот в таком формате да вот вести что-то там влог или блок когда держишь сам камеру хочешь я так не могу я не умею я не знаю как это делать какое-нибудь шоу можно сделать если вот мы придумаем классно что но опять же вместе все если соберутся блогера чтобы это было мощно чтобы телек отсосал вообще ну короче мне мне сейчас вообще кажется что comedy club и прочие юмористические проекты где гости сидят они все очень с огромной скоростью летят там вниз и можно сейчас очень круто шоу мы запустить с матом как ну вот с жестким юмором таким с классным хорошим но только классно прописано это все должно быть и снято офигенно и тогда у них ни у кого шансов уже не останется это будет и концертная история и брадан должно быть полупрофессионально потому что ну да да не в него больше такая медиклаб когда начинался они же по сути слабенько и снимали его там не было вот и он тогда был интереснее и было прикольно они позволяете от на youtube они не залетят им уже по 50 лет кто залетит из мухаммедов это кто это потом расскажу сколько у вас уходит времени чтобы отснять одну полноценную серию неделя где-то но это одна серия сейчас это где-то но ну чё пиздеть от 500 до 700 до 800 тысяч рублей это серьезно акупается ну да а вы знаете что пацаны почти все время существования сериала серго и каха чисто на одном энтузиазме хуярят 3 это либо в ноль 3 сезон его в легкий при даже 433 сезон это было вообще в ноль и в минус давайте поаплодируем я я не смотрел ничего но отвечаю но я буду потому что раз они задают такие вопросы никто тебя не срет но это реально вызывает уважение красава у нас спасибо спасибо у нас никогда не было чтобы мы кого-то хуесосили просто так реально блогеры в основном же многие выживают на то что один другого хуесосит тот того это там то они что-то кто-то я целое шоу приду никто никому в итоге ебальник не набил да там а каким-то пиздежом закончилось к нам никто никогда ничего не может если конечно кто-то придет с какими-то претензиями если не обоснует их естественно там это не будет на камеры или что-то такое было все-таки чувствуется сочинские корни да если к нам кто-то придет не обоснует что-то опять что-то стоит человек говорит эдвард билл ты пиздобал дайди нахуй ты пиздобал и вот это все заканчивается просто какой-то хуйнёй да нет если бы он себя поставил по-другому человек бы не позволил а неинтересно было бы так да какой неинтересно задайте нормальный вопрос но он вообще не в тему это ты приходил камерану в офис пистолетом ты его хотел убить в итоге он тебе подставил тёлку или балаболом оказался так это же ролик был выдуманный чё ты сколько лет думал я со стечкиным зашел и шмалял у него всякая ты говоришь они все понимают блять когда ты жену твою смотришь про артема спросили все уважение а девочка сидит такая яркая красиво про нее никто ничего не спрашивает она вот первые несколько это водой работа люблю попиздеть тоже пообщаться тоже канал с в этом только начал ну какой тебя канал пропирать у меня автоблог дидрайв канал называют красава все от души подписывайтесь давай молодец все спасибо так девочки вопрос я хотел спросить у тамара первое несколько поинтересоваться спрашиваю извиняюсь первые несколько сезонов никто не знал ну какой какая ты в жизни там особо тогда инстаграм что даже не особо был раскручен и все как бы привыкли к тому образу тяжело ли было тебе из этого образа потом выходить я иногда и не могу выйти из этого образа вообще в принципе тамара скажи ты же с парнями встречаешься встречаюсь с разными ни одного у тебя же были молодые люди отношения нет я целка брата так вот вопрос парни которые с тобой когда встречались ты чувствовала что у них иногда есть какое-то опасение что нереально думают нет я на самом деле очень нежно очень добрая да 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 о рот ебал только с вертушки чуть поебала не давала башка болит она ему с вертушки прописала тамара у меня к тебе вопрос есть такое когда-то не знаю кавказцы такие стремящиеся или блатные сажают и хотят именно тебя такое видеть все время за столом и так с тобой разговаривать и как ты к этому когда говорят криминальный мир да это же люди относятся к ним типа так как будто там бандосы с калашами сидят да нет понятно они расслаблены это очень на самом деле нормальные спокойные добрые люди но вы же заложники своего образа становитесь хочется уже просто расслабиться чтобы он с тобой как с тёмой пообщался так как было спокойно общаемся а он от тебя блять или от амары ждет смотрю а кто есть адекватные есть неадекватные а с неадекватными часто приходится пересекать не стараемся не пересекаться вайт когда звонят там к вам оттуда есть вопросы там сейчас не будем им надо хорошо мы звоним своим и они сами между собой там разговаривать договаривать все нормально то есть вы единственный блогер у которых крыша есть но можно сказать да но я тебе скажу но у нас же сериал про эту жизнь поговоришь за меня заткнулся это не тот момент где ты хуй снула пятерку дал и отмазался ты долбоеб на пятерку короче тематика сериала такая а люди прикинь живут этой жизнью тут вышли какие-то ребята с да для них это может быть как клоуны которые разговаривают понятиями да там и показывают разборки криминальные и переводят их на юмористический лад конечно кому-то это может не понравится но мы это объяснили почему что и теперь все нормально все хорошо а почему каха не появляется в москве он не летает на самолетах вообще боится я его один раз жизни уговорил сесть в самолет этот тормоза отказали на взлете после этого вообще окончательно он вообще да это было мы полетели все-таки и вернулись обратно а когда обратно летели попали в жесткую грозовую тучу и он просто на весь самолет аэрол господин да что что и творишь его весь самолет да успокойся такое бывает он реально так паниковал и все он сочи в аэропорту вышел у меня говорят иди на хуй я больше жизни сяду езжай сам на все встречи летай видься говорит неплохо звони просто и рассказывать хорошо окей ребята вопрос по про планы это найти традиционный телевизионный вопрос кино ну я на к намеку блин да кино сняли да давай трейлер я беда к сожалению ни разу про него говорить говорить можно но мы не можем говорить дату ребята сняли очень крутой фильм пол полноценный художественный клуба рэта марш до полнометражная прокаху и серго это выглядит очень ему то тамары очень смешно я видел трейлер да и тамара там тоже снялась непонятно когда ведь выйдет фильм на бы скорее всего осенью это будет хороший режиссер его снял когда вот бэт комедиан есть чувак это единственный режиссер кого он них высосило даже как что он его любит а какая фамилия шамиров мы ждали своего часа вот когда когда появился шамиров который сказал что вот я с удовольствием сниму это кино он не не запросил там какой-то гонорары еще раз просто за кайф он очень известный театральный режиссер очень интеллигентный человек и за когда узнали что он захотел снять каху естественно это начали финансировать долго снимали фильм 45 дней рассчитываете на коммерческий успех но будет будет нет ну конечно хочется как скорее всего должно бахнуть вы вдоль или вам гонорар заплатили это секрет а там экшен такой будет но там были мы стреляли и дрались и машины разбивали улетали это наш клип теперь больше всего пострадали причем прикольно было что приехали каскадеры которые якобы я не знаю там насколько это правда работали с джеки чаном там сочи все заливают это москов вся команда была московская очень нет таких людей и они значит приехали драку ставить драка снималась четыре дня это большая последняя драка там и всех отпиздили просто нас просто все по ибо у кого-то нос сломался у кого-то рука на игры махуй каскадеры они приехали правильно поставить удар чтобы там никто никого не зацепил и все перепиздили просто не кажется они в энтузиазме ты чё меня толкнул пидор на первый удар там типа каха бьет и первый он ломает там другу нашему который тоже нос потом каскадер должен головой каха ударит бьет реально башкой каха падает у него вылетает плечо в этот момент знаешь бывает не ну когда бьешь все спасибо ребят спасибо большое всем кто пришел да все и так знают что ты мудак все хватит уже невозможно это слушать вот мы и отмучились это был последний выпуск шоу без названия больше в студии не будет никаких долбоебов пиздоболов аморальных людей это я не только пробила больше не будет никаких дебильных гостей охуенная тема ты знаешь ты такой никаких блогеров пересидков никаких бойцов мм и огромных чеченских школьников или держись так подождите это чё реально больше не будет никаких дебильных гостей и огромных чеченских школьников я же всегда этого и добивался и нахрена шоу конечно дно ну где еще мы увидим как майами намажут зеленкой пошел ты в жопу со своим шоу как обосрался кач как николай соболев падает от собственной вертушки где гнойный ведет себя как маленькая сучка где паша техник фитонет с лозой я ебал тебя прямо блять за где портнягин краснеет и опускается на дно мне сказали что я пиздобол я с этим соглашусь где мы с вами увидим самых сочных пиздобол я удаляю youtube канал да ну нахуй да и вообще где еще на ю тубе подписчик может в лицо послать билла нахуй а это один нахуй эдвард билл иди нахуй а что же теперь делать этому чье лицо ему набить меня тебе лицо набьет тарасов мы с вами видели как студии до или козу пошло видели кучу карликов толстух трэша да что тут греха таить мы иногда даже видели нормальных адекватных людей блин это несправедливо не что дацик так и не захуячил хотя и мило своей катаной все 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 мы всегда будем помнить и в нашем сердце навсегда частичка этого шоу если честно я буду скучать даже по нему класс он конечно долбоеб но ведь уже родной долбоеб давайте сейчас помолчим и вспомним лучшие моменты шоу а не бойтесь молчать долго не придется их там немного все с вами были амиран сардаров эдуард биль и я и вот этот пацан который сука был на каждом выпуске честно я в ахуе ой блядь и заебал это было шоу без названия его вели ведущие без мозгов и писали авторы без фантазий а вы приходите иногда на могилку без оградки все прощайте